Сегодня у нас очень захватывающий и местами грустный топ о том, как стечение обстоятельств, а вдобавок халатность и непрофессионализм человеческих решений, направляет бетон, воду и огонь в сторону человеческих жизней. Не обойдется и без веселого случая, как одна нефтяная компания просверлила дырку в дне озера, куда засосала их буровую установку и несколько танкеров. Да, вам не послышалось, именно в дне. Всем привет и поехали! R-101 являлся крупнейшим британским дирижаблем и одним из самых больших в мире. Из-за недостаточного размаха стабилизаторов устойчивость дирижабля уже вызывала первые опасения. А во время показательного полета на аэрошоу дирижабль едва не врезался в землю. Конструкторы удлинили раму, добавили еще один газовый баллон, повернули переплеты в обратную сторону и заменили обшивку, получив при этом сертификат о летной годности. 4 октября 1929 года дирижабль R-101 отправился в свой первый и последний рейс. Воздушное судно в условиях резко ухудшившейся погоды пересекло центр Лондона, где его терзали сильный ветер и дождь. А из-за промокнувшей обшивки его вес увеличился на 3 тонны, которые тянули дирижабль к земле. Все случилось вблизи французского города Баве, когда прерывистый ветер сорвал обшивку и повредил один из баллонов. После чего дирижабль врезается в склон холма на скорости 20 км в час. Вытекавший водород воспламенился. Все судно охватил огонь, который спустя мгновение оставил от дирижабля лишь один дюралюминевый скелет. Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon. 20 апреля 2010 года в 17.05 по местному времени замер давления в скважине дает понять, что цементная подушка на дне скважины не выдержала и начала пропускать углероды, которые и создали избыточное давление. Даже имея на руках такие результаты, никаких действий предпринято не было. Рабочим нужно было понять, что скважина пропускает и нужно отчаянно качать буровой раствор обратно, чтобы ее заткнуть новой цементной подушкой. Но уже слишком поздно. В 9 часов 8 минут давление достигает критической отметки и скважина взрывается. Газ под высоким давлением прорывается через провентер и по стояку достигает платформы. 70-метровый гейзер фонтанирует на верхушке буровой вышки. За ним сыплется похожая на снег каша, дымящаяся от испаряющегося метана. Газ распространился по буровой платформе через вентиляционную систему. Одна искра и катастрофы не избежать. Заблокированная система общей тревоги привела к тому, что рабочие на палубе не услышали никакого предупреждения о подступившем бедствии. Через 40 минут после взрыва скважины, в 9 часов 47 минут того же дня, один из работающих генераторов захватывает взрывоопасную смесь метана и воздуха. То, что произошло дальше, показалось настоящим адом для работников платформы, которую за мгновение накрыло столбом пламени от вспыхнувшего метана. В момент взрыва на платформе находилось 126 человек. Рабочий на мостике нажимает красную кнопку на пульте аварийной отсечки, которая должна перекрыть скважину. Но это не помогло. Нефть начала выливаться в океан. Это событие стало одной из крупнейших техногенных катастроф с разливом нефти в Мировой океан. Через повреждение труб скважины на глубине полторы тысячи метров в Мексиканский залив за 152 дня вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров. Не было выявлено какого-либо определенного действия или бездействия, ставшего причиной аварии. Скорее, виной всему является сложная взаимосвязанная серия событий и фактов, включающая в себя присутствие механических неисправностей и непрофессионализм в человеческих решениях. Знаменитое крушение Токомского моста, который был открыт для движения 1 июля 1940 года. Мост длиною в 1800 метров был запроектирован и правильно рассчитан на действие статистических нагрузок, в том числе и ветровой. Но аэродинамическое действие нагрузки не было учтено. Прослужив всего 6 месяцев, мост закончил свое существование 7 ноября 1940 года. В 11.00 по местному времени ветер со скоростью 65 километров в час сорвал подвес центрального пролета и повлек провисание боковых пролетов и наклон пилонов. Не выдержав крутильных колебаний, центральный пролет моста полностью рухнул в пролив Токома. К счастью, движение в этот момент было весьма слабым, и единственный водитель машины, оказавшийся на мосту, успел покинуть ее и спастись. Крушение плотины Сент-Фрэнсис. Проект должен был обеспечить водой и электроэнергией весь Лос-Анджелес. Геологи предупреждали проектировщика Вильяма Малхолланда о том, что место, ненадежное и лежит вдоль геологического разлома. Почти сразу бетонный фундамент дал течь, пропуская воду из водохранилища. По бетонной стене самой плотины виднелись трещины. Ранним утром 12 марта 1928 года со стороны обломочных горных пород появилась большая трещина. Специальная инспекция осмотрела ее и вызвала самого проектировщика Малхолланда. Махнув рукой, он счел эту трещину незначительной. Поздним вечером того же дня в 23 часа 58 минут плотина не выдержала. Со страшным грохотом несколько секций плотины весом 3000 тонн каждая были отброшены валом воды, несущие миллиарды литров в долину Санта-Клара. Это явление представляло собой ревущий вал воды высотой в 36 метров. Огни Лос-Анджелеса замерцали и погасли. Долина Санта-Клара лежала в 15 километрах от злополучного каньона. Там располагался строительный лагерь, где спали 150 человек. Из них 66 чудесным образом избежали волны. Миновав долину и рабочий лагерь, ракочущая водная стена набросилась на Калифорнийское шоссе и поглотила 50 автомобилей. Разлившись в ширину до 3 километров, вода замедлила свой бег и превратилась в поток грязи, несущие воды Тихого океана, обломки строений, изгородей и другой хлам. Тонны воды пронеслись мимо Лос-Анджелеса, к счастью, горожан, и обрушились в Тихий океан. В результате проведенного расследования вся вина и ответственность были возложены на одного человека. 73-летний Уильям Малхолланд полностью принял на себя вину и ответственность за смерть большого количества людей. Следующая история о том, как работники просверлили дыру в дне озера. Образовалась воронка и всего за три часа из озера ушло больше 13 миллиардов литров воды. А теперь все по порядку. Утром пятницы 21 ноября 1980 года команда бурильщиков вела поиск нефти под дном озером. Неподалеку располагалась соляная шахта. 50 рабочих в тот день трудились на третьем уровне шахты. Внезапно раздался сигнал тревоги. Как выяснится позже, пур пробил дыру на третьем уровне в соляном своде шахты на глубине около 400 метров. Вода быстро размыла 35-сантиметровые отверстия и ринулась вниз. В озере Пенер сформировался гигантский водоворот, достигший 55 метров в диаметре, который засосал буксир, буровую установку, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики. Над озером взметнулся гейзер из воды и породы высотой в 120 метров. Вода входила в тоннели быстрее, чем мог выйти воздух. Так нефтяная компания спустила целое озеро в соляную шахту. Это удивительное событие, в котором ни один человек не пострадал. Все шахтеры успели подняться на поверхность, а бурильщики отплыть с платформы до того, как ее засосало в огромный водоворот. Катастрофа шаттла «Челленджер». 28 января 1986 года космический челнок «Челленджер» на 73-й секунде полета взорвался в небе над Атлантическим океаном, что привело к гибели всех семерых членов экипажа. Повреждение уплотненного кольца стало причиной прогорания отверстия в боку ускорителя, что, в свою очередь, привело к детонации компонентов топлива. На 73-й секунде огромный огненный шар проглотил «Челленджер». Кабина экипажа, герметичная и более прочная, чем орбитальный модуль, вероятнее всего, разгерметизировалась и приземлилась в Атлантический океан. Со дна Атлантики, были подняты многие фрагменты челнока, в том числе и кабина экипажа. Три его члена пережили разрушение шаттла и были в сознании. Ими были включены персональные приборы подачи воздуха. Кабина ударилась о поверхность Атлантического океана на скорости около 333 км в час, не оставив членам экипажа «Челленджера» никаких шансов на спасение. Обвал торгового центра «Сампунг» в Сеуле, Южная Корея. Архитектура – отрасль, пожалуй, не менее точная, чем хирургия. Владелец супермаркета решил сэкономить, используя меньшее в диаметре колонны, чем требуется, якобы для увеличения внутреннего пространства. Это был будний день. Начальник безопасности торгового центра замечает трещины на крыше здания, но руководство отказывалось от неурочных ремонтных работ, категорически не желая закрывать комплекс. На тот момент уже несколько раз раздавался громкий хлопок, после которого здание вибрировало от крыши и до самого подвала. Последний хлопок раздался в 17.30. В мгновение ока «Сампунг», словно карточный домик, превратился в груду арматуры и бетона. Почти полторы тысячи человек оказались зажаты под тяжелым бетоном. Спасательные работы велись более двух недель. За это время удалось спасти 937 человек. Это обрушение было самым масштабным в мире до теракта 11 сентября. Одна из выживших, Юджи Хван, была найдена на 12-й день после завала, 285 часов под обломками. А 19-летнюю продавщицу детских товаров нашли только на 16-й день. Человеческое невежество, халатность и жадность унесло огромное количество человеческих жизней в тот страшный для Сеула день. Владельца супермаркета приговорили к 10 годам лишения свободы. Его сыну, главному управляющему, дали 7 лет за коррупционные проделки. Кроме них, еще 21 человек был признан виновным, включая городских чиновников. После этой трагедии строгие строительные инспекции по всей Корее были повержены в шок. Лишь 2% зданий в Южной Корее соответствуют нормам эксплуатации. Ну, конечно, было бы глупо не добавить в этот список чернобыльскую катастрофу. О ней было сказано очень много, и она является общеосведомленной. Так как разрушение 26 апреля 1986 года 4-го энергоблога Чернобыльской атомной электростанции расценивается как крупнейшая в своем роде авария за всю историю атомной энергетики. Как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. В международной шкале ядерных событий авария на Чернобыльской АЭС стоит на первом месте рядом с катастрофой на японской ядерной электростанции Фукусима. В результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Если ты досмотрел до конца, отдельное тебе спасибо. А на этом у нас все. Увидимся в следующем видео.